Ребятушки, девчатушки, всем привет из Севастополя. Сейчас закрою окно. Подзакрыл. Едем с торгового центра Мусон. Мусон, Лаванда, это практически такой центр. Ну, не тот центр, который Нахимова, но тем не менее. Так, машину сейчас пропустим. Еду на спортивную площадку, будем тренироваться, загорать, плавать. Покажу в очередной раз эту спортивную площадку прямо на улице. Там есть жим лежа, сет, все самодельное, гантели, брусья, турники. В общем, очень много чего. Сейчас придется пропускать тачки, погодьте. Снимаю, ребят, с руки. Запись идет, идет. Снимаю с руки, потому что, блин, себя тяжело снимать. Прям держу перед подбородком камеру. Просто показываю дорогу в Севастополе. Еще раз напомню, Севастополь. Офигенный город, просто пушка, бомба, космос, ядерный взрыв. Я не знаю, как эмоции, ребят, здесь очень много пляжев. Народ, хоть и говорят, что это не курортный город, поверьте, он отчасти курортный. Потому что народу на пляжах здесь. Вот есть парк Победы, кстати, куда мы сейчас едем. Парк Анны Ахматовой, набережная, хрустальный пляж. Там Нахимово, вот вы можете гулять. Вчера были где? На пляже Баунти, Фиолент пляжи, там дикие, нудистские всякие. Также Балаклава, можно ее отнести, как к Севастополю на самом деле, потому что очень рядом. Ну, реально, те, кто живут здесь, не проблема доехать. Я болтаю, ребят, за кадром, показываю дорогу. Ну, движение, сейчас сколько у нас? 12, почти час, без пяти час. Показываю дорогу, движение. Бикер вот нас обгоняет на каком-то малоаккубатурном мотоцикле. Сейчас будем въезжать на центральную улицу. Кстати, ребят, байк-шоу 6-7 августа. Я поеду, поэтому обязательно следите за моим каналом, будет весело. Сейчас пропустим машину, перестроимся. Что я хотел сказать? Город офигенный, только эмоции, положительные эмоции, очень крутые. По сравнению с Симферополем, ну, ребят, сорян, кто там симферополец, будет смотреть это видео и говорить, что это не так. Симф, ну, просто отдыхает по сравнению с Севастополем. Здесь и море, и горы, и какие-то, ну, охрененные достопримечательности. И плюс в городе такое ощущение, зацените, какой бензин, ну, сколько стоит. Оп, все, можете просто понимать. И газ еще продается. На газу очень выгодно ездить, поэтому, если что, ставьте газовое оборудование. А купится, ну, за годика 20, стопы до, может, и раньше, смотря как будете ездить. Быстро болтаю, чтобы побольше поток информации вместить в это видео. Потому что, когда доедем, возможно, отдельным роликом, да, буду снимать спортивную площадку. Посмотрим, не знаю. Так что, хотел сказать. Симферополь, ну, реально отдыхает. Севаст просто пушка-бомба космос. Вечером много куда можно сходить, чего посетить. Так, бус, пожалуйста, пропусти меня. Е-е-е, спасибо от души. Вообще, ребята, автобусы нужно и троллейбусы пропускать по правилам. Так, едем по центральной улице. Подзабыл, как она называется. Ну, такая центровая. То есть, по прямой, если будете ехать, нам прямо надо. Это будет этот, парк Победы, да. Мы в объезд его будем объезжать. Если пешком, бикер, прикольно, голый торс, жилетка. Нам мы прямо, там кольцо будет, мы прямо поедем. Это будет парк Победы, мы его объедем. Если пешком, то немного направо уходите и там выходите. А налево Омега, бухта Омега, пляж Омега. Ну, кому что нравится. Блин, Севастополь просто одни эмоции, ребят. Хороший город, чистый, белый. Вот как мой друг его называет, белый город, так и есть. На самом деле, он реально производит впечатление. Просто, если спросить вкратце о Севастополе. Твое мнение о Севастополе. Белый, чистый, классный город. Ну, то есть, здесь все есть. Он как бы просто, опять же, ребят, все познает в сравнении. Если брать по Крыму, то на самом деле, это, наверное, в Крыму, это самый, ну, достойный город, так скажем. Потому что он и похож на город, и тут движение, и жизнь. Все есть. Все есть реально. И море, и горы, и клубы, и пляжи. Понятно, что в Симферополе и в Ялте тоже есть, ну, ой, в Симферополе нету моря, но есть там движение, жизнь. Но вы просто приедьте в Симферополь, погуляйте по Симферополю. Там, допустим, 10 дней, да, по разным окраинам. А потом приедьте в Севастополь и погуляйте здесь. И вы поймете разницу. Ну, потому что вот так вот мне объяснять вам, вы, ну, не въедете. Вы не поймете, не осознаете, не прочувствуете, да, и не растворитесь. Сюда нужно приезжать в этот город и просто растворяться. Здесь такие безумные, крутые закаты. Они уходят в море, ребят. Понимаете, закат просто уходящий в дом или еще куда-то, это не то. Закат, уходящий в море, вот это настоящий закат. Это кайф. Чистый кайф, растворение. Я не знаю, как это еще вам донести, описать. Да, я эмоциональный человек. Я, ну, по большей части живу эмоциями. Если нет эмоций, то скучно. Ну, жизнь говно, ни о чем как бы. Хочу уже побыстрее подъехать к пляжику, поплавать в море, позагорать. Это, блин, Севастополь пушечный город, ребята. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь, все есть. И цены не такие дорогие. Реально. Они, вот, кто будет заморачиваться, экономить, так скажем, эконом вариант, да, вы реально можете найти дешевое жилье у бабушки, дом, прям квартиру. Вот как мы снимаем, потом сниму видос, скажете, сколько эта хата стоит. Сразу говорю, дешево. Может, уже говорил. Вы можете найти в пятиэтажке квартиру, можете найти дом, хостелы. Реально можете дешевые варианты найти. Еду тоже дешевую можете покупать, как в своем городе, как в монетках, в пятерочках. Там все есть. Одежда, магазины еще дешевле, чем у нас. Блин, в Ямала, нескольких, там на многокруге. Хотя у нас уже там есть один торговик, центр, вот в Тюмени мы тоже находили. В каждом городе, ребят, есть торговые центры, которые дешевые. Просто их нужно найти. Обычно эти дешевые, вот, видите, как мы едем? А он туда, он там пешком, Парк Победа. То есть вы вот так же идете вон туда, вправо, и потом по прямой. А мы объезжаем, едем на Парк Победа. А еще пляж Омега с левой стороны. Это я вам просто рассказываю все подряд. Ну, и делюсь своими эмоциями, и дорогу покажу. Да, уже 6 минут подъедем, будет там 8. Смотрите, вы можете найти реально, вот, я буду говорить хорошо за Севастополь. Вот, кто говорит, что дорогой город, там еще, поверьте, ребят, тот, кто ищет, он найдет. И жилье найдет дешевое, так же, как в других городах, не дороже. И еду, и одежду, просто надо искать. Не надо вот так вот, ой, блин, дорого увидел. Ну, конечно, будет дорого. Ты обойди сначала весь город, как ищейка собака. Все, обыщи каждый угол за куток, а потом говоришь, что дорого. Вот я, допустим, когда тут гулял, ходил, я в любом городе находил и в Ялте дешевую одежду, и в Севастополе, и в Тюмени, да и в ЕКБ, где угодно. И в Москве вы в любом городе можете найти дешевую одежду, дешевую еду, дешевое жилье. И причем это не будет прямо на отшибе. Ну, чтобы вы понимали, вы думаете, что там вот эти магазины или дома, или квартиры, про которые я говорю дешевые, что они на отшибе. Нет, нет, они не на отшибе. Просто нужно всегда искать варианты. Ну, нужно искать варианты, ребят, всякие жизненные ситуации. Это как с человеком. Вы можете говорить, ой, мне так тяжело найти там, ну, допустим, девушку или парня, ну, потому что я хочу то-то, то-то, да, чтобы в ней были качества. Да, конечно, так ты не ищешь. Ты что, встретился, допустим, с двумя девчонками, да, или, наоборот, берем там, допустим, девчонку, девушку. Ой, тяжело найти парня там, высокого там, достойного. Да, конечно, ты со сколькими встретилась? С двумя, тремя, десятью? Да это мало, сто даже мало. Ты встретишься хотя бы за год там, за полтора года, хотя бы там, я не знаю, с 300 человеками. Погуляй с ними, а не так, что встретилась, шла. Надо общаться с людьми, давать им шанс, раскрыться. На первой встрече они могут не раскрыться, еще что-то. У них другие достоинства, качества. То есть, тут так же самое, ходишь, ищешь, выбираешь. Не сдавайтесь, ребят, все, мы подъехали к пляжу. Сейчас покажу спортивную площадку. Наверное, все-таки в этом видео, потому что я начинал с того, что спортивная площадка. Тут узкий разъезд. Сейчас нас пропустят. А, чувак хочет запарковаться. Смотрите, здесь кирпич. То есть, его экваторы, видите, забирают. Но можно, можно проезжать. Якобы это рабочие машины, мы едем на рабочих машинах, мы будем работать. Иногда можно встретить, что вот здесь машины тоже запарковываются. Но не забывайте, эвакуатор, либо менты могут, ну, ДПСники штрафом дать или эвакуаторы забрать. Поэтому, ну, не рискуйте, как бы. Вот сам пляж. Сейчас буду по левой стороне снимать. Вот так, хоп-хоп-хоп. Так. Блин, дети, ну, тут, конечно, жестко. Ну, ребенок жестко наваливал на своем, я не знаю, самокате, скейте. Народ смотрит, жиганит. Вот спортивная площадка. Ребята, еще не забывайте, самое главное, ну, одно из главных в этой жизни. Так, сейчас посмотрим. В общем, это настроение, позитивное настроение, позитивный настрой. Потому что, если вы будете все время негатив, вот эта спортивная площадка. Вот видите, вон там море вдалеке, просто море. И здесь вы еще занимаетесь. Вот. Площадка, бомба, пушка. Надо было, ребята, остановиться на машине и снять. Вон там мужик, ребенка своего тренирует каждый день. Вот это Аквамарин бич. Там уже, как бы, в основном отдыхает тот, кто живет в этих комплексах Аквамарин. Но не всегда. Вы тоже можете спокойно на него зайти. Там тоже есть турник, брусья. Позаниматься, вон они, может, захватил. Мы вот так вот объезжаем. Это я вам показываю, если вы будете на машине, там еще что-то. Возьмете в аренду тачку. Берите в аренду тачку, ребят. Ну, тоже относительно недорого. И нужно искать. Кто-то скажет, ой, дорого. Да, конечно, вы же не искали, дешман. Найдите Авито, сайт, ищите. Не надо вот сдаваться. Ух ты, блин, ни хрена себе. У нас низкопрофильная машина, блин. Только что бордюром черканул. Ну, ничего страшного. Так, вот это. О, кто-то летит. Нифига себе, вы видите? Тут еще сервингисты иногда катосят, ребят. Так, сейчас запаркуюсь, чтобы не мешать мужикам. Вот, вот этот мужик. Он взрослый, но он реально рельефный, прокачанный, ребят. И он качает своего сына. Ну, как качает, прокачивает, я имею в виду. И он, ну, клевый. Клево выглядит. Реально вам говорю. Вот это пример. Кайф. Все. Запарковал машину. Давайте покажу вам быстро спортивную площадку. И пойдем к морю. Покажу море. Вот, буду издалека показывать. То есть, здесь можно сет делать на бицепс, штанги. Кто-то пресс качает. Вон там руки можете вот так вот прокачивать. Турники. Много снарядов самодельных. Ну, то есть, люди сами делают. Видите, гантели, все остальное. Ну, вкратце, вот такая вот площадка. Ну, реально круто. Теперь пошлите на море покажу. И рядом здесь море. То есть, вы понимаете, тут и качалка, и вы можете и на тачке приехать, и море. По-моему, это вообще класс. Офигеть, чел. Смотрите, он на серфе, оказывается. У-ху. Сейчас приближу, ребята. Подождите. Ничего не видно, ничего не видно. О, где он? Я не вижу. Где-то там. Солнце очень сильное. Так, ребята. Ветер, ветер жесткий. Народу не сильно много. Но народ есть. Посмотрите, чел уже на серфе. Так, где? Блин, ничего не вижу. О. Продолжение следует... Ребята, блин, жестко ветер, ну разве это не кайф? Разве это не кайф, вообще вот эта жизнь в Крыму? Это... Напишите в комментариях, что лучше, какой-нибудь типа Питер, Москва, там, не знаю, Екатеринбург, Новосибирск или вот Крым, Севастополь даже. Просто, просто отвал башки. Я растворяюсь. Напишите свое мнение, ребят. Это просто, знаете, полдня. Выехал из дома, позагорал, поплавал, кайфанул. Напишите свое мнение. Все близко и в доступности. Кайф. Приезжайте, отдыхайте, радуйтесь жизни. Это чистый кайф. Севастополь. О, кстати, смотрите. Офигеть, они на лодках там. На этих, на парусниках. Видно? Видно, но плохо. Офигеть, что-то плохо.